Споры о плюсах и минусах четырехдневной рабочей недели не угасают в России уже несколько лет. Однако к общему решению общество так и не пришло. Очередной опрос россиян показал, что каждый второй идею поддерживает, а вот работодатели во мнение разошлись. А что об этом думают жители Твери и предприниматели, расскажем в следующем сюжете. Перспектива введения четырехдневки в 2019 году рассматривалась в законотворческих инициативах, но поддержки не нашла. На деле ее опробовали компании в годы пандемии, но вернулись к привычной пятидневке. Но реальность такова, сегодня так работают лишь один процент организаций. Такие данные приводит сервис по поиску работы Суперджоп. Между тем большинство россиян за такой график мнение жителей Твери разделилось. С какой стороны посмотреть? В плане удобства, конечно, чтобы время на семью оставалось, какие-то свои личные. Конечно нет, потому что надо исполнять программу учебную, я думаю. Поэтому будет в один день очень много предметов. Два дня выходных, ты успеваешь отдохнуть. Я почти полжизни работал два через два. Сейчас есть ситуация сложившаяся, да, мое предприятие закрылось, и я сейчас вынужден новую работу искать, да, и нашел только пятидневку рядом с домом. Ну так, в принципе, ну как-то приладился, да, за месяц. Чем меньше работать, тем лучше. Двух выходных, когда с детьми, это очень мало. Уменьшится зарплата, это же не, ну как бы, повлияет на уровень жизни. А если не уменьшится? Если не уменьшится, да, да. Зарплата в приоритете. Если речь заходит об уменьшении оклада, то количество приверженцев в четырехдневке уменьшается. Еще важный момент – часть населения работает посменно. Например, сфера производства, обслуживания общепит. В этом случае и речи быть не может о четырехдневке. То же самое касается учебных заведений. Объем знаний-то не изменится. Нельзя подходить к этому вопросу огульно. Что всем, например, сделать трехдневный или четырехдневный. Или наоборот, всех заставить работать по шесть дней в неделю. Такого не может быть подхода, потому что у нас совершенно разные есть отрасли. Есть предприятия непрерывного цикла. Есть срочные экстренные службы, структуры, которые априори работают ежедневно. Ну а при этом понимаем, что есть определенные виды бизнеса. И там, наверное, уже сам владелец решает, как ему лучше. Например, IT-компания Иван – руководитель. Отработанные часы иногда вообще не важны, уверен он. Есть механика и такой принцип работы четыре дня, когда один день люди выделяют себе на отдых. И это повышает эффективность труда. За я или против, я за эффективность труда. Если это достигает целей поставленных, то можно работать и вообще один день. В целом бизнес не планирует перекраивать пятидневку. Согласно данным опроса того же сервиса по поиску работы Суперджоп, два из трех работников считают, что за четыре дня смогут выполнить тот же объем работы, что и за пять. Но наверняка в ряде сфер такой расклад возможен. Но насколько экономически целесообразен – пока вопрос. Ведь четырехдневка успешно действует в ряде скандинавских стран в Голландии, в Австралии, Швеции и других. В этом есть и плюсы. Например, экономия на электроэнергии и коммуналке. Продолжение следует...